Один из советских солдат в свое время, понятно, мы говорим о войне, надругался над венгерской девушкой. Чтобы его наказать, собрали всю дивизию. Откровение одного из ветеранов Советского Союза. Друзья, ссылку на источник оставляю в описании под этим видео. Смотрим. По словам Николая Семеновича, а именно он, сегодняшний герой, герой нашего рассказа, небольшого, но весьма интересного. Так вот, по его словам, водка на войне это не зло. В большей степени водка это благо. Остаграмившись, люди более становятся смелыми и увереннее могут пойти в атаку. Но вот если много пить, то естественно, что можно, короче говоря, и наделать делов. Поэтому это очень важно учитывать. Так заявлял Николай Семенович. Итак, после войны Баранов, это фамилия нашего героя, служил в Германии и не раз убеждался, насколько вообще немцы молодцы, потому что очень-очень педантичный, очень дисциплинированный вообще по себе народ. Вот что он говорил. Если им скажут, как надо вести себя, то они именно таким образом и будут себя вести. Бывало, что солдаты наши, то есть советские, иногда уходили так под шумок в самоволочку. И вот тогда кто-нибудь из немцев обязательно по телефону позвонит и скажет, что вон там-то и там-то ваши солдатики и, скорее всего, напились, нажрались, буянят и занимаются, как обычно, очередной ерундой. Я бы сказал, устраивают очередную бучу. Итак, в Венгрии отношение населения к красноармейцам было, в принципе, настороженное, невраждебное, ну и не скажем так, что особо дружественное. Чехи, ну тут все немножечко иначе. Почему, например, потому что чехи, те воспринимали и вообще принимали Красную Армию, знаете, так с распростертыми объятиями, цветами, конфетами, хлеб, соль, угощения, ну и тому подобное. Но наши солдаты ко всему относились, в принципе, одинаково и, как говорили офицеры, относиться нужно ко всему одинаково и одинаково корректно. А вот кто хотел побезобразничать, был вынужден умерить свое желание и был вынужден умерить его очень быстро, практически по мгновению ока. Вы спросите, почему? Ну, ответ очень простой. Да потому что в Венгрии ушел однажды, как говорит наш герой, солдатик в самоволочку и совершил насилие, а именно изнасилование, если быть более точным, над местной венгерской девушкой. И вот за это его расстреляли, чтобы больше такого не было и другим не было повадно. Построили всю дивизию, пришла машина крытая, вывели оттуда солдата в нижнем белье, засчитали приказ. Из нашего батальона уже были автоматчики, и вот командир батальона скомандовал по изменнику родины открыть огонь на поражение. И огонь действительно был открыт. После войны Баранов отучился на политработника и был направлен в Германию. Долго, некоторое время служил еще в ГДР. Свою супругу тоже встретил там, и при этом не немочку, а также русскую девчину. Свадьбу сыграли в Дрездене, Николай Семенович был награжден медалями различными, например, за боевые заслуги, это одна медаль, за взятие Вены, еще одна, за победу над Германией, еще одна, и, конечно же, самое главное, это орден Отечественной Великой Войны. Субтитры создавал DimaTorzok